Вот так элегантно и скромно Рита поблагодарила всех за поддержку и поздравления. 11-классница буквально на днях вернулась из Москвы. О том, что стала призером, узнала уже в дороге. Признается, ощутила ни с чем не сравнимые эмоции. Я еду, и мне приходят сообщения от участника также Олимпиады о том, что тебе сказал кто-нибудь, что ты призер. Я читаю это сообщение, я до конца не верю, я не верю ему. Мы с мамой плакали потом всю дорогу, потому что никто из нас этого не ожидал, все надеялись, конечно. В успех изначально верилось с трудом, ведь среди соперников были и носители языка, а всего состязались больше ста конкурсантов со всей страны. Участникам нужно было в устной и письменной форме продемонстрировать знания китайского языка. Перед финальным туром 11-классница прошла региональный отбор. К слову, участниц было всего две – Рита и ее сестра Аня. Больше семи лет девочки изучают язык самостоятельно. Занимаются с репетитором из Китая. Во многом помогает и мама – педагог английского языка. Осваивать китайские сестры начали с малых лет, когда жили с родителями в КНР. В местной школе учились до пятого класса. Когда мы жили еще в Китае с моей младшей сестрой, уже доходило до того, что мы, возвращаясь после школы, мы приходили с ней и общались исключительно на китайском, потому что в тот момент было так удобнее. Теперь Рита, благодаря результату, сможет поступить в любой профильный российский вуз без результатов ЕГЭ. Уверена, что свяжет жизнь с языком и культурой Поднебесной. Кстати, школьный региональный этап и олимпиады по китайскому языку проводили в Курской области впервые. Мы проводили региональный этап по 22-м школьным предметам. Китайский язык в этом году был нововведением для нашего региона. И так сложилось, что появилась потребность у детей. Остались предметы – это испанский язык и итальянский язык. Желающие проверить свои знания по этим языкам должны уже сейчас обратиться в образовательный центр «Успех», чтобы организаторы успели сформировать профессиональную комиссию. Юлия Терещенко, Сергей Гридунов. События дня. Юлия Терещенко, Сергей Гридунов.